Всем привет! Это заказ по 14 каталогу Faberlic. И сюда включены товары, которые у нас были по распродаже. У нас была распродажа на сайте, закрытая для консультантов. То есть нигде в каталоге это не было обозначено. Я кое-что там приобрела. И также товары с истекающим сроком годности. Я люблю покупать такие товары, потому что у них совершенно абсолютно нормальное качество приходит. Ни разу еще я не покупала чего-то конкретно на выброс. Ну и сейчас тоже не применула все это купить. И давайте будем смотреть, что же у меня есть. И кстати здесь еще и товары по карточкам Твой Бонус. Которые частично пока я отоварила, а все полностью будут в последнем завершающем заказе по 14 каталогу. Его буду показывать отдельно на следующей неделе. Ну и первое, что я покажу, это стиральный порошок для белых тканей. И он был с не очень большой, но все-таки скидкой. Рублей 30 на распродаже была на него дополнительная скидка. Ну сейчас цена 329 по каталогу. А выходил по-моему он 299. Ну вы знаете, 30 рублей это деньги. Там 30, там 20 накапливается нормальная сумма. Поэтому я взяла и себе и не себе 2 штуки. Дальше гель для стирки особых тканей я взяла в запас. Это по скидкам карты Твой Бонус. Была 50% скидка и я взяла себе вот такой гель для стирки. У меня стоит новый начатый. И мне на самом деле на достаточно долгое время продолжительное хватает. Потому что я стираю параллельно еще и порошком для деликатных тканей. Ну и в основном, конечно, я стираю обычными порошками. Универсальным и для цветного. А для деликатных я использую, ну уж совсем, на такие легкие ткани, на какие-то нежные, на нижнее белье. И на пуховики, когда я их стираю и в сезон, и по завершению сезона. Дальше это просто покупка ультракондиционер для белья. Артикул 11038. Это один из первых кондиционеров, которые я пробовала в компании Фаберлик. Потом пошли новинки и я уже забыла, как он пахнет. Вот, для меня немножко сладковатый запах, хотя он у нас в каталоге описан как свежий, зеленый аромат. Но, вы знаете, все кондиционеры, если их нюхать именно из крышки или тем более из бутылки, имеют такие все насыщенные густые запахи, что даже иногда сложно выбрать. Но на белье немножко по-другому, поэтому я думаю, что будет нормально. Ну, гель очищающий для туалета. Я много раз говорила, что мне нравится это средство просто потому, что он ничем не воняет. В отличие от Доместеса, после которого мне просто реально надо продышаться, носоглотку все дерет, глаза слезятся. Этот гель для меня спасение. Ну, и я не знаю насчет, как пишут там сильные загрязнения. У меня, в принципе, унитаз ухоженный, будем так говорить. И для него не нужно каких-то супер-гипер-мега, каких-то там свойств у этого средства. У меня прекрасно отмывает ободок, который образовывается, когда вода долго стоит вот в этом сливном отверстии. У меня два туалета, и один используется чаще, а другой реже. Соответственно, вода застаивается в том, в котором реже, и прекрасно все это отмывает. Даже если где-то какие-то подтеки были, я не знаю, у меня все хорошо уходит. Ничем не воняет, интересный такой красивый цвет у него зелененький. В общем, я этим средством довольна. Да, бывает дешевле, да, бывают аналогичные качества. Но мне смысла нет покупать где-то куда-то ради одного средства ехать и покупать. Я покупаю все в магазине Фаберлик онлайн, и вот так коробкой просто заношу домой, и все. Я специально никуда не езжу. Ну, и средства для чистки духовок и плит. Сейчас оно по акции каталога. И я просто делаю запас, потому что это просто суперходовое средство, которое когда-либо я вообще у Фаберлик и средств для дома продавала. Следующее, что у меня в заказе, это две пары колготок. Это повторная покупка. Девушка, которая заказывала до этого у меня четыре пары колготок. Посмотрела, и тут же, как только она их довезла до дома и посмотрела, она сказала, Марина, так, давай заказывай мне еще одни фиолетовые. Дочь забрала фиолетовые, сказала, не вздумай надевать. И заказала вот такие ярко-желтые шафран. 299 рублей они у нас сейчас в каталоге. И в следующем, по-моему, будут 299. Это цена ниже, чем в прошлом году на 100 рублей. Я просто всем рекомендую, попробуйте. Это вечные колготки, которые вы будете носить с удовольствием очень долго. И ничего им не делается, не затяжет ничего. Это микрофибра 60D. Они очень мягкие, комфортные, бархатистые. У меня есть несколько цветных. У меня есть и черный, и коричневый я уже купила. В общем, остались меланжевые оттенки, которые я не очень долюбливала. Они не такие бархатистые, они не такие мягкие. Я думаю, за счет... Ну, такое ощущение, что у них просто немножко другая нить используется для их изготовления. Поэтому они немножко другие. И меланжевые я не скупаю, а вот просто однотонные. И мне очень нравятся. Дальше на распродаже были перчатки с сенсорными пальчиками мужские, синего цвета, стопроцентный акрил. Я взяла, по-моему, рублей 150 они мне обошлись. Не важно, что не синяя, а уже пуховик черный. Я думаю, что будет носить все в порядке. Дальше на распродаже также были пробники шампуня. Были три разных варианта, но я взяла Black Detox. Это очень интересный шампунь черного цвета. И он якобы немножко подсушивает голову. И она не так жирнится. Это здесь глубокое очищение волос и кожи головы. В общем, я этот шампунь покупала. Он у меня был полный. И я им пользовалась. Но я не мой тип шампуня. Я вообще с шампуней серии Expert пользуюсь только шампунем для блондированных волос. Знаю, что очень любят вообще эту линейку. И все с опаской относятся к черному шампуню. Буду раздавать в качестве подарков за заказы. Просто вкладывать в какой-либо заказ на определенную сумму. По-моему, он рублей в 5 обошелся. Поэтому, в принципе, можно на любой заказ вкладывать. Не так затратно. Дальше. По распродаже были твердые духи для девчонок. Для маленьких 3+. Я знаю, кому подарить. У моей подружки есть маленькая доченька. И как-нибудь пойду к ней в гости. Просто возьму как подарочек. Вместо шоколадок, каких-нибудь медвежонков в барне и тому подобных вредностей. Я просто возьму вот эту штучку. Пускай девчонка порадуется. Они уже в этом возрасте. Это 3 годика. Они уже все это любят. Дальше. Заказала себе повторное. Это по скидке на продукцию для волос. По картам Твой Бонус. Заказала себе сыворотку с ценными маслами. Я вам уже про нее рассказывала подробно. И в отдельном видео. И в предыдущем своем видео. По уходовой косметичке. Вот так выглядит полный флакончик. Обожаю этот аромат. И вам он понравится. Если вы любите ароматы эфирных масел. Сочетание их. Вот это примерно из той же серии. Из той же оперы. Мне очень нравится. Так. Ну меня опять охватила жадность. И на распродаже. Слушайте. Я уже не помню. То ли по срокам годности. То ли просто на распродаже. Были альгинатные увлажняющие маски. Я смотрю что в каталоге. Они все реже и реже встречаются. По крайней мере в этом точно нет. В предыдущем по моему тоже не было. И именно увлажняющие. Я себе взяла еще 8 штук. Такое ощущение что будет какой-то перевыпуск. У нас серия эксперт потихонечку меняет где-то упаковку. Где-то состав. И я думаю что и альгинатные маски тоже каким-то образом изменятся. И на тот переходный период когда старых уже не будет. А новые еще не начали выпускать. Я в себе взяла в запас. У меня и так их штук 8 есть. И здесь еще 8 все увлажняющие. Я в последнее время полюбила увлажняющую вот эту альгинатную эксперт. Хотя увлажняющие маски я не очень люблю. Так. Ну я показывала вам в своей косметичке месяца. Что я использую ABC пилинг. Он у нас сейчас перевыпущен. У него немножко изменилась упаковка. Изменились коробочки. Даже изменились. Но в целом повторяет одна тема оформления схожа с предыдущей. И внутри по крайней мере изменений не написано. Что что-то изменилось. Написано что новый дизайн. На самом деле дизайн тут никакой не новый. Не инновационный. Очень схожий с тем что был. В общем я люблю эту линейку. И спрашивали меня. Вот как по сравнению с гликолиевым пилингом. В чем разница. Я вижу разницу только в сроках действия этой программы. Гликолиевый пилинг где у нас лосьон и крем-активатор. Он рассчитан на 2 месяца. Там кислота. То ли 2 с чем-то процента по моему. Там концентрация кислот. Здесь 9 процентов ABC пилинги. Ну и соответственно там где процентовка ниже. Там будет более щадящий пилинг. Ну и более длительный. 2 месяца нужно пользоваться. Для меня основной минус в этой программе то что на ночь я буду наносить этот гликолиевый пилинг. Крем-активатор. И ложиться спать. Наступили холода. И для моей кожи обязательно нужно питание. Увлажнение. В общем все что угодно. И все это нужно делать на ночь. По хорошему. Потому что все питательные кремы. Какие-то маски. Они все-таки дают жирность. И на дневное применение такие кремы мне не нравятся. Именно на ночь. Поэтому все что заменяет эти кремы мне на ночь. Мне не подходит. А ABC пилинг. Он рассчитан интенсивным курсом. Ну получается на 2 недели. И через 2 недели. При том что я 5 дней допустим я использую подряд. Меняю свой уходовый крем ночной на шаг С. Он очень полноценный. Просто клевый крем. Потом я через день делаю пилинг. Еще в течение получается 10 дней. Там я через день пользуюсь своим ночным уходом. Потом шагом С. Ну а через 2 недели я просто перехожу на обычный свой уход. И начинаю пользоваться то, чем мне нужно. Что требует моя кожа именно в холодный период времени. Поэтому вот этот гликолевый пилинг для меня не вариант. Когда я буду 2 месяца пользоваться только им. И не буду использовать обычный уход. Сейчас спросите наверное, почему нельзя обычный ночной крем нанести поверх еще вот этого крема активатора. Ну по мне так просто разбавится еще концентрация и эффект будет хуже, если вы еще что-то нанесете поверх. Поэтому ну не знаю. У меня вот такое сложилось впечатление по сравнению вот этих двух программ. Поэтому выбирайте конечно сами. Либо вы быстро получаете результат, но у вас будет более агрессивное воздействие на лицо. Либо у вас будет менее агрессивный результат, но он будет просто по времени более длительным. Называется разобрала заказ и еще вам что-то рассказала. Заказала себе пробники. Вы знаете, уже я 4 года в компании. 4 года эта водичка есть. Но я никак на нее внимания не обращала. Это Ализе и Нуцбланш. Ой, я вот знаете французский манер совершенно не умею читать. В общем я заказала вот эта у нас коллекция Приви или как-то она называется. Такие однотипные бутылочки маленькие, невзрачные. Я заказала пробники Рамията, если я не ошибаюсь по произношению. У меня уже есть. Я ее заказывала, она мне не пришлась по душе. А подружка моим понравилась. Ну и решила еще и два аромата посмотреть, какие заказала. Пришел мне также пробник Круизер Сафари в мужской туалетной водичке. За покупку он у нас идет средств мужских. И у меня их в заказе два. Они шли по акции. При покупке двух желтый ценник. Здесь шампунь гель для душа и шампунь против перхоти. Вот за заказ этих средств положили мне пробник. По-моему за 1 рубль. Следующее, что у меня в заказе, это шампунь от перхоти для всех типов волос. Это тоже по картам твой бонус. Заказал мой муж. Он у меня принципиально решил больше не покупать Head & Shoulders. И после отмены начались, конечно же, проблемы на голове. Я ему говорю, давай опять купим тебе Head & Shoulders. Он говорит, нет, ни в коем случае. Мне надо сейчас вот это вот все пережить. Перебороть то, что происходит на голове. Купи мне лечебный шампунь. Я купила ему наш шампунь. 150 мл маленький флакончик. Обязательно расскажу вам результат, помог или нет. По конкретному моему мужу. Дальше. По картам твой бонус. Мне попался лак за 1 рубль. Лаки были на выбор только из серии от Марии Вейк. Тенди Нейлс. И у меня уже какие-то были лаки. Я заказала себе оттенок 74-45. Какая-то там земляничка. Но, девчонки, я смотрю, я его переворачиваю. А пузырь не уходит. То есть лак такое ощущение, что там намертво засохший. Немножко пошел вверх. Но если бы он был абсолютно жидкий, он бы, наверное, немножко быстрее пошевелился. В общем, это сплошные блески в прозрачном лаке. Не знаю, поверх какого-то, наверное, носить. Я думала, что накрашу ногти и пойду на корпоративный Новый год. Но что-то у нас с ним как-то пока не задается с Новым годом корпоративным. Так, купила гель для бритья Ланселот. Три штуки были по распродажам, по срокам годности до ноября 2018 года. Не поверите, по 22 рубля. Конечно же, я взяла до ноября. Его использовать не удастся. Здесь 100 мл и хватит. Я не знаю, насколько мужчинам хватает геля для бритья. У меня всегда какие-то запасы есть. Муж в командировке ездит, там себе что-то докупает, когда заканчивается. Поэтому я вообще не контролирую, насколько хватает такой упаковки. Ну, наверное, у всех по-разному, да? У кого-то вот на этой части только щетины растет, у кого-то полные щеки, там еще и, не знаю, в общем, по-разному, конечно. Но я взяла и на подарок, и мужу взяла. 22 рубля, девочки. Вот такая была цена. Не знаю уже, куда то, что положить. Дальше мыло купила, на распродаже сыночку купила. Оно в виде мяча футбольного. Я вам сейчас покажу, я все равно сейчас достану и ему отдам. И вот так оно выглядит внутри. И с оборотной стороны написано «Фаберлик». Приятный мужской аромат. Ну, я думаю, что у нас вся семья им будет с удовольствием пользоваться. Даже не только сынок. Заказала себе «Дикую Африку». Просто обожаю это мыло. Оман у меня любимая и «Дикая Африка». По 15 рублей было мыло. Вот у него точно с ним ничего не происходит по истечению сроков годности. Поэтому я заказала. Ну, во-первых, положу кому-нибудь в подарки. Новый год у нас не за горами. Ну, и во-вторых, конечно же, я просто в течение какого-то времени просто не буду покупать. Ну, и с истекающим сроком годности я купила целых 5 гелий. Крем-гелий для душа «Ирис и папоротник». Увезу и в баню поставлю. Мы сейчас каждую неделю ездим к родителям, топим в баню и паримся. И заказала моя подруга, которая узнала, что их тоже, по-моему, за 26 рублей можно купить. Аромат, девочки, я даже не могу понять, что это за аромат. Нормальный. В общем, вы знаете, едва чувствуешь, не бьет в нос никаким противным. Это самое главное. 5 штук у меня таких в заказе. По 26 рублей. Вот так. Можно даже кому-нибудь за хороший заказ положить в качестве подарка, потому что я скидок никому не делаю. Заказываю исключительно по цене каталога, потому что кто хочет скидку, тот регистрируется сам. Если вы тоже хотите зарегистрироваться и покупать со скидкой товары Фаберлик, вы можете пройти под этим видео. Там будет ссылочка и мой номер консультанта. Там, где поле будет, если у вас знакомый консультант, все-таки внесите этот номер для того, чтобы точно уже попасть именно ко мне в команду. Я вас добавлю во все вайбер-чаты. Будете в курсе именно вот таких закрытых распродаж. Распродаж по срокам годности. Я по нескольку раз бываю в личном кабинете, у меня очень активный директор в нашей структуре, который тоже всегда сообщает об акциях. В общем, мои консультанты узнают всегда обо всем первыми. Я могу даже видео снять позднее из-за отсутствия времени, но по вайберу оповещаю просто моментально всех. И мои девчонки успевают покупать все вот за такие сущие копейки. Всем большое спасибо за просмотр. Подождите, спасибо. Я же еще сумку заказала, она стоит такая вся молча в уголочке. Заказала я себе вот такую сумку. Она тоже была в распродаже. Вот так точно я сейчас вижу, передается ее цвет. Вот эта часть черная, а эта какая-то немножко бронзовая что ли. Достаточно длинная ручка, то есть ее можно спокойно повесить на плечо. И она не будет упираться в подмышку, то есть ручка длинная. Замок. Я переживала, что этот замок может портить колготки. Например, если вы несете сумку за верх вот этих ручек, она у вас болтается возле ног. Действительно можно, скорее всего, можно поцарапать вот здесь молнией колготки. Ну, если носить на плече, то вряд ли она что-то поцарапает, потому что, ну, это, не знаю, там пуховик или куртка, это все-таки не колготки. Размер у нее большой. Я, с одной стороны, люблю такие сумки, с другой стороны, нет. Когда в них что-то начинаешь искать, в них ничего невозможно найти. Ручки обработаны, вот вы знаете, мне нравится, когда именно вот таким образом обработаны ручки, потому что другие сумки, где как будто бы такой шнурочек по боку приклеен или впаен, этот шнурочек моментально просто весь отклеивается, тут нитки начинают торчать. Все это очень некрасиво выглядит, неаккуратно. И я не хочу больше покупать сумки именно с такими типами обработки ручек. Внутри в комплекте есть еще длинный ремень, но на самом деле я не знаю, как такую огромную сумку еще носить на длинном ремне. Я сейчас мыну бумагу, и мы посмотрим, что внутри. Внутри сумка просто ярко-золотого цвета. Я не знаю, красиво это или нет, но мне не очень нравится, что она такая золотая внутри. Никаких отделений нет, то есть это здесь одно большое отделение. Если вам нужно здесь носить документы, косметику, это все должно быть каждая в своем каком-то кошелечке, косметичке. Или в специальном кошельке, или как он называется, для документов. Здесь два кармана. Первая сумка, в которой нет вот такого малюсенького кармана для телефончиков. Вот таких телефончиков уже, мне кажется, не носят. Нет, ну они, конечно, бывают, но... Ну, я не знаю, я давно не видела таких малюсеньких телефонов, которые в эти карманы бы входили. Один карман здесь на замке, а один без замка. Достаточно плотная вот эта ткань, как толстая свиная кожа на ощупь, она не тоненькая. Ну и сумка, конечно же, держит форму. Вот я из нее... Сама себя ткнула. Я из нее брала всю бумагу, сумка продолжает держать форму. Так, вот с этой кофты, которая у меня просто моментально затягивается, тоже нельзя ее носить, потому что замки вот эти по бокам будут цепляться за такие вещи. На дне ножки есть, на которые ее ставить, то есть уголки обдираться не будут, но уголков тут как таковых нет, здесь все скруглено. И какой еще момент я хотела вам показать, как она закрывается. У нее есть замок, она закрывается на замок, но смотрите, по бокам есть дырки. Эти дырки никак, ничем здесь, ни на какую кнопочку не закрываются, и спокойно пролазит рука. То есть, если вы где-то ездите в маршрутке или в общественном транспорте, то такая она достаточно небезопасная. Я езжу в машине и, ну, конечно, хожу по магазинам, и вот такие сумки я не очень люблю, когда можно залезть рукой. Бывают сумки вообще без замков, я такие не понимаю. Ну, а эту не знаю, я подумаю еще оставлять или нет. В принципе, она неплохая. Сейчас для осени, для зимы за 1400 рублей, там еще плюс доставка 100 рублей, ну, 1500, получается, я за сумку отдала. Я ее сделала отдельным заказом. Не знаю зачем. Сначала добавила в общий, потом удалила, сомневалась. Потом уже, если я бы разутвердила тот заказ и добавила, я бы что-то потеряла, потому что там по количеству каких-то товаров, они уже были прямо на пределе, уже близки к нулю. Не стала разутверждать тот заказ, заказала отдельным эту сумку. В общем, так она у меня получилась. Не знаю, подумаю, подумаю, надо мне или нет. С чем-нибудь примерю. Мне еще пришли вещички на обзор. Я, скорее всего, их когда буду мерить, еще эту сумку вам покажу издалека. Ну, а пока теперь уже точно все. Я вам все показала. Большое спасибо за просмотр. Регистрируйтесь ко мне в команду. Буду очень рада вас видеть. Большое спасибо. Всем до новых встреч. Пока.